11.06 столицы. Доброе спортивное утро. Тем, кто решил провести его в правильном спортивном режиме. По традиции, каждое утро среды мы говорим о спорте. И сегодня у нас более чем достойный повод для того, чтобы поговорить об автоспорте. Российская гоночная команда G-Drive Racing выиграла в Америке золото пятого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость. И, соответственно, в гостях мы сегодня приветствуем Романа Русинова, непосредственного творца этой победы, пилота гоночной команды и Александра Крылова, руководителя проекта G-Drive Racing. Для наших гостей, которые захотят поучаствовать, я имею в виду слушателей, работает телефон 651099,6. Не забывайте набирать 495, код города. Для того, чтобы нам нужно, можно было что-то написать, пожалуйста, сайт Finam.fm, страничка программ на своем поле, выбирайте, задавайте вопросы. И, собственно, все, что вы хотели узнать об автоспорте и о команде G-Drive, все это тоже можно сделать. Я приветствую гостей. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Роман. Вы вот, Роман, в телефоне. Доброе утро. Да, вы пытаетесь, я так понимаю, что-то кому-то написать, сказать, я в эфире, давайте скорее задавайте мне вопросы. Ну, и именно так оно и должно быть. Так, я, во-первых, поздравляю и Романа, и Александра с тем достижением, которое, в общем, теперь в активе российского автоспорта есть. Честно говоря, за достаточно большим количеством гоночных серий, с достаточно большим количеством гоночных команд не за всеми успеваешь следить. Вот что представляет из себя вот этот чемпионат гонки на выносливости? Я так понимаю, что второй год подряд вы участвуете, да? Да, наш второй год участия в чемпионате мира. Соответственно, у нас есть всего пять чемпионатов мира, и это один из них. У нас есть гонка 24 часа Люмана, которая является одной из самых известных гонок планеты, которая собирает 300 тысяч зрителей. Это очень большое событие, которое проводится с 1923 года. И вы в том числе тоже там участвуете, насколько я понимаю. Это там, где мы финишировали третьими, впервые подняли российский флаг на подиуме. Соответственно, это гонки, в которых мы в первую очередь испытываем технологии, испытываем топливо, и во время тестов именно топлива G-Drive мы заваливаем в наши гоночные болиды, не только в LMP-2, но также у нас есть проект с Ауди. Это 24 часа Нюрбуглина, мы также финишировали вторыми на 6 часов Нюрбуглина, поэтому это такое участие в главных событиях автоспорта. Поэтому, если мы возьмем просто автоспорт, на что у нас важные гонки, самые важные события, которые мы можем отметить, это этап Гран-при Формулы-1 в Монте-Карло, это Инди 500 в Америке на Инди-Каре, и, естественно, это 24 часа Люмана. Соответственно, это три события, которые проходят совсем разные, на разных местах, но они очень значимы. Люман 300 тысяч зрителей, люди приезжают и живут там целую неделю в палатках. Это главная гонка, я так понимаю, даже для вас, для пилотов, которые успевают свои силы распределять на самых разных этапах. Это гонка важная для всех, потому что к ней готовится 365 дней. То есть, мы закончили Люман, мы сразу же готовимся к следующему, потому что у вас есть один раз в году возможность доказать, на что вы способны. И такие компании, как Mercedes, никогда не выиграли Люман. Они стремились у них, они возвращались в Люман, но не получалось. А такие концерны, как Audi, уже несколько лет подряд доминируют. И опять в этом году Audi еще раз выиграла в главном классе в LMP1. Мы же участвуем в LMP2. Это прототипы немного менее мощные, но это по-прежнему чемпионат мира. — Александр, вам, как руководителю команды, наверняка известен секрет успеха для того, чтобы силы ваших команд, силы ваших пилотов распределялись правильно по всему этапу, по всему чемпионату. Что вы делаете для этого? Ведь это, мне кажется, вообще гигантский труд, несмотря на кажущуюся простоту сил в автомобиле управляющим. И это действительно очень тяжело и физически, и морально. Что вы делаете для того, чтобы команда распределяла свои силы верно по всему сезону? — Ну, вы правы. Во-первых, хочется сказать, что автоспорт — это вообще очень сложный спорт. И наличие классного пилота еще не гарантирует вам успех. Это должны совпасть несколько критериев успеха, чтобы вы могли претендовать на подиум. В том числе и хорошая машина, у вас должен быть классный пилот, у вас должна быть слаженная команда, куда входит, собственно, вся работа команды огромная, которая обеспечивает во время гонки, и до гонки, и после гонки всю эту работу. Поэтому эти слаженные действия, они и во время гонки проявляют лучшее качество внутри каждого конкретного члена этой команды. И после гонки, когда команда разъезжается, но они участвуют в тестах, они вместе проживают какое-то время. Сегодня период подготовки гонки тоже очень важен для того, чтобы настроить правильно болид. Поэтому это большой коллектив, живой коллектив. Много всяких разных ситуаций случается и до гонки, и во время, и после гонки. Но в данном конкретном случае у нас очень слаженная команда в этом году. И, собственно, тот результат, который мы показываем, это результат работы этой большой команды. Ну, насколько я поняла из рассказа Романа, у вас практически не бывает выходных, потому что одна гонка сменяет другую, подготовка к этому этапу сменяется подготовка к следующему. Я так понимаю, что вместе команда проводит чуть ли там не 300 дней в году. У вас вот плотный, напряженный спортивный график. Да, именно так. И на самом деле сложность состоит в том, что все этапы чемпионата мира, они разбросаны. И в итоге буквально две недели назад мы были в Америке, а сейчас я лечу уже в Японию. Поэтому очень большое количество времени тратится непосредственно на путешествия. И это очень большая нагрузка на всю команду, на коллектив механиков. И между путешествиями еще нужно подготавливать машину к следующей гонке. А вы участвуете в этом процессе? Мне кажется, что без участия пилота все равно инженеры и механики не смогут работать. Вот то, как вы ощущаете машину, то, насколько вам удобно. Все равно же требуется ваше мнение? Вы все равно присутствуете в этом процессе? В данном случае наше мнение очень важно именно во время подготовки непосредственно к гонке. Мы не обязаны находиться с механиками, но мы обязаны находиться с инженерами. Потому что непосредственно мы, пилоты, даем темп нашим инженерам, и они уже выполняют ту работу, которая необходима. И мы проводим большую работу именно в подготовке, чтобы приехать на этап и знать точно, какой план А, план Б, план С. У нас не бывает непредвиденных ситуаций. Если они есть, выиграть намного сложнее. В автоспорте у вас очень много факторов, которые влияют на то, что вы не претендуете на победу. Изначально, когда вы начинаете проект такого масштаба, как Александр Владимирович, вы должны хотя бы на бумаге все написать, чтобы это претендовало на победу. То есть каждый фактор должен быть... Это должен быть бизнес-план, если говорить языком. Это бизнес-план, очень хороший бизнес-план с хорошим анализом, который предполагает все непредвиденные ситуации. И только когда у вас на бумаге все на 100% говорит о том, что вы претендуете на победу, тогда вы можете сказать, что да, теоретически мы можем это сделать. Но потом, когда вы приезжаете на гонку, оказывается совсем другая ситуация. У вас есть гоночные моменты непредвиденные, у вас есть очень много факторов, которые влияют, даже удача. На момент удачи, может быть, это 5-10%, но они всегда необходимы. Александр, для вас, как для человека, который руководит этим проектом, момент создания команды, он ведь достаточно важен. Я, насколько понимаю, сейчас G-Drive это интернациональный коллектив. Это есть Роман, который представляет Россию, это есть спортсмены, я так понимаю, американского, да, гражданства, Майк Конвей, да, американец, я так понимаю. Англичанин и австралиец. Австралиец, вот так, да. Как происходит процесс вот этого формирования? Это ведь мало того, что должен быть сплоченный коллектив, это должен быть еще коллектив, который друг друга понимает, говорит, что называется на одном языке. Речь идет даже не об английском языке, а в общем, да, таком теоретическом понятии. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно немножко вернуться назад вообще, как появился этот проект. Давайте об этом, наверное, чуть позже поговорим. У нас всего 30 секунд. Вот в этом сезоне удалось найти вот этот общий язык, коли вы выигрываете одну гонку за другой и становитесь призерами? Это как раз говорит о том, что мы нашли нужные настройки, нужные отношения между людьми, чтобы добиваться таких результатов. Мы обязательно буквально через две минуты будем рассказывать историю проекта G-Drive, а сейчас у нас буквально две минуты новости и возвращаемся к нашему разговору. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Поводом к нашему сегодняшнему разговору стало достаточно успешное выступление в этом сезоне российской гоночной команды G-Drive. Из последних побед отметим золотом пятого этапа чемпионата мира в гонках на выносливость. Это третье место и, как сказал пилот команды Роман Русинов, это первый раз звучавший гимн Российской Федерации в гонках Лиман. Правильно, Роман? 24 часа Лимана. 24 часа Лимана. И сегодня в гостях у нас Александр Крылов, руководитель этого проекта, и Роман, который является творцом этих самых побед. Александр, мы с вами заговорили про историю создания команды. Я так понимаю, что это началось не сегодня и не вчера, и даже не позавчера. И, в общем, к этим победам шли достаточно долго. С чего все начиналось? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо, наверное, рассказать немного о себе. Помимо вот этого проекта, я работаю в компании «Газпромнефть», возглавляю там бытовой блок. И компания молодая, самая молодая компания, которая здесь сейчас на рынке, вертикально интегрированная. И несколько лет назад, естественно, мы самыми последними создали брендированное топливо премиум-класса и назвали его G-Drive. И решили под это дело организовать спортивную команду? Нет, когда думали о том, как его позиционировать, было понятно, что автоспорт – это идеальная площадка для того, чтобы продемонстрировать высокие эксплуатационные характеристики этого топлива. И так появился этот проект, в рамках которого мы тестируем это топливо, тестируем его в гоночных условиях. И нам важно продемонстрировать было, что наше топливо позволяет автомобилю показать свой максимум. Как выбирали пилотов? Я так понимаю, что… Дальше, когда появился автоспорт, я год провел в командировках, изучал этот вопрос. Мы думали про Формулу-1, думали про несколько других чемпионатов, но чемпионат ВЭК, как вы сказали, гонки на выносливость, он как раз явился тем самым идеальной площадкой для того, чтобы продемонстрировать те маркетинговые ходы, которые мы себе задумали. И в этот момент я познакомился с Романом. Роман, наш первый гонщик, который вообще сел за руль болида Формулы-1, мало кто об этом знает, но это было так. Роман? Это был 2005-2006 год, тогда был у нас проект Джордан, и первая российская команда Формулы-1 называлась МФ1 Рейсинг. И тогда я должен был, на самом деле, ехать в Гран-при, но так это не получилось, потому что не нашли спонсоров, и команда была продана Спайкеру. Вот, в итоге... А вас вместе с этой командой не выкупили, или вы не решили туда пойти? Ну, тогда нас просто не выкупили, потому что не было российских спонсоров, а пришел Спайкер, соответственно, посадили голландского пилота. Обидно? Ну, я бы сказал, что я, может быть, даже рад, что это не получилось, потому что тогда бы я, может быть, не делал бы акцент именно на гонках на выносливость, на 24 часа Люмана. Потом у нас был очень интересный проект Спартак Рейсинг, с которым мы катались в Люмане. И благодаря этому я смог, я думаю, правильно подготовиться именно к G-Drive Racing и к чемпионату мира уже с таким большим и успешным проектом. Роман, ну вот смотрите, интернет – великая вещь, и достаточно большой абзац перечисления всех ваших титулов и наград. Многократный победитель международных гонок класса Гран-Туризма, прототиповый младших формул, первым российским пилотом, выигравшим гонку международной серии, победителем международных финалов Рено, серебряный призер чемпионата. И долго-долго-долго можно перечислять. У вас, в общем, достаточно большой послужной список. Почему не захотелось, не знаю, ну, наверное, это неправильное слово, но попытаться продаться в ту же Формулу-1. Не с этими спонсорами, а, я не знаю, в Заубер, например, пойти. Ну, опять же, чтобы продаться в Формулу-1, нужно в первую очередь понимать, чего мы хотим добиться. Ну, для вас, как для пилота, самая главная задача попасть на вершину мирового автоспорта, правильно? Ну, давайте определимся, что такое вершина. В моем представлении это Формула-1. Ну, это в вашем представлении. Да, в вашем. Давайте мы возьмем по-другому. Возьмем бренд Audi, возьмем бренд Peugeot. Вы видите, два этих бренда, участвующие в Формулу-1. Нет. Соответственно, эти бренды выбрали для себя немножко другую площадку для продвижения тех технологий, которые они используют. Вот это 24 часа люмана и гонки на выносливо. Соответственно, давайте возьмем пример Audi. Audi на протяжении последних 10 лет в автомобильную промышленность внедряет очень интересные новые технологии. Такие, как светодиодные фары, например, которые сейчас появились у всех. Такая технология, как TFCI и TDI. Это тех технологий, которые изначально были придуманы для гонок. И на этих технологиях они смогли одержать победы. А дальше эти технологии уже были применены в автомобиле общего пользования, который мы сейчас видим. Обратите внимание, все Audi, это TFCI, TDI и светодиодные фары. Но изначально это было испытано и придумано для гонок на выносливо. Соответственно, в данном случае это идеальная платформа для испытания технологий, которые дальше мы будем применять в жизнь. Поэтому тут и выбор топлива был тоже окей. Нужно ехать там, где можно испытывать. Соответственно, тут у нас есть разные вершины. Например, выиграть Люман, я думаю, так же сложно, как выиграть чемпионат мира в Формуле-1. Но многие гонщики, которые катались в Формуле-1, были чемпионами мира, пытались гоняться в Люмане, но не добивались таких... Или наоборот. То есть тут нельзя сказать, что вот это вершина. Если мы поедем в Америку, то вершина автоспорта в Америке, это будет инди-кар и, может быть, наскар. Поэтому тут нельзя 100% заявлять, да, мы в России, потому что у нас есть телевизор, у нас есть определенные СМИ. И вот так получилось, что мы считаем так. Ну, в данном случае, и вы. Но если мы возьмем общее понимание автоспорта, то тут есть три вершины. И нельзя, на мой взгляд, и нельзя говорить, что нет, это лучше. Для вас испытание автомобиля – это одно. Но мне кажется, что в любом пилоте, в любом гонщике говорит прежде всего еще и желание испытать себя. Согласитесь, проехать 24 часа, пусть даже там попутно меняют друг друга, это испытание и собственной нервной системы, и собственных физических возможностей. Для вас это было так? Ну, я думаю, это сложно сразу с нескольких факторов. Во-первых, в тот момент, когда вы за рулем автомобиля, вы отвечаете полностью за весь коллектив. Соответственно, за всю работу, которую проделаны всей командой, механиками. И плюс за работу, которую уже сделали ваши напарники. Вы капитан, ну, грубо говоря, да, если вот таким каким-то игровым… Я не могу сказать, что я капитан. В данном случае у нас есть три пилота, и каждый должен выполнить идеально свою работу для того, чтобы команда… Да, у нас все-таки команда. А вы едете попутно, сменяем друг друга. Мы едем попутно, сменяем друг друга. И тут очень важно заметить то, что любой результат – это работа команды, это работа пилотов, это работа инженеров. Да о чем говорил Александр у нас. Поэтому здесь нельзя сказать, что кто-то более важен или кто-то должен сделать что-то лучше. Нет, если коллектив сплочен и выполняет четко поставленную задачу, тогда мы можем добиться хорошего результата. Это в данном случае двух последних побед в двух этапах чемпионата мира. Вы говорите, как истинный командный игрок. Это очень приятно. Слушайте, у нас есть на телефонной линии Дарья. Вопрос, наверное, да? Даша, доброе утро. Доброе утро, Роман. Доброе утро, Александр. Я из Челябинска, я сейчас нахожусь в Москве в гостях. Скажите, пожалуйста, с кем еще из автомобильных компаний вы сотрудничаете? И еще следующий вопрос сразу задам. Кто еще, на мой взгляд, из молодых гонщиков застойен быть в вашей команде? Спасибо большое. Спасибо, Даша. Давайте про пилотов поговорим, про тех, кто наступает вам на пятки. Александр, наверное, вам как руководителя. Я все-таки лучше отвечу на вопрос про то, с кем мы еще сотрудничаем. У нас, в общем, спортивная программа. Мне бы хотелось все-таки больше акцентироваться на спорте. Про пилотов просто надо Рома лучше спрашивать, потому что он в этом мире. Давайте, Ром, давайте с вас тогда. На самом деле, в данном случае очень важно заметить, что помимо проекта G-Drive Racing, компания «Газпромнефть» и «Топлива G-Drive» принимает участие в проекте «GT-Академия». Соответственно, это единственный шанс для ребят в России попасть в большой спорт, не имея до этого какую-нибудь подготовку или финансовую поддержку со стороны других спонсоров. То есть, как это происходит? У нас есть игра «Гран-туризма», и каждый геймер сначала должен научиться управлять машиной в игре. А потом мы выбираем лучших. И у вас виртуальные гонщики могут получить шанс. И виртуальные гонщики превращаются в настоящие. Как это происходит? Соответственно, это очень интересный проект, который в Европе уже 5 лет. Мы в нем участвуем второй год. И в этом году мы отобрали очередного победителя. В прошлом году у нас был Марк Шужицкий. В этом году мы буквально только что вернулись из Сильверсона, где была неделя отборов. То есть, у нас есть большое количество соревнований. Мы обучаем ребят. И, соответственно, ищем настоящего таланта. И к вам можно попасть на мастер-класс. Вы можете присутствовать на вот этом процессе отбора и посмотреть действительно из тех, кто участвует. Я лично отбираю. Соответственно, это очень важно для меня понимать, кто может действительно претендовать на это место. Потому что помимо того, что он должен быть талантливым, он должен быть целеустремленным. Он должен быть хорошим игроком командным. И одновременно он должен понимать, что это очень сложно. Потому что для того, чтобы стать пилотом, нужно пройти определенное количество ступеней. Но изначально нужно научиться управлять болидом, понимать, как это работает. Соответственно, это большие инвестиции. Поэтому каждый раз мы выбираем одного человека. И это очень важно сделать правильный выбор для того, чтобы потраченные средства не были потрачены зря. Ну вот вышеупомянутый Марк, он получил право сесть за руль вашего болида и как-то себя проявить? В этом году он участвовал в двух чемпионатах в FIA GT, в Blankpan Endurance Series. Поднимался на подиум и очень хорошо проявил себя. Соответственно, это первый такой проект российский, который позволяет обычным ребятам попасть в большой спорт. Я думаю, это самое важное. Но обычно у нас как есть структура. У нас есть картинг. Сначала ты занимаешься в картинге. В картинге тебя заметили. Ты попал дальше. И так далее, и так далее. Даже вот если вы возьмете фильм, который сейчас вышел, «Гонщик». Да. Это же реальные события. Это реальные события. Очень важно посмотреть, что Никки Лауда, чтобы попасть в Формулу-1, взял деньги в кредит. Но та же история была и, видимо, у Петрова. Ну, вот это реальная история. Соответственно, автоспорт для того, чтобы им заниматься, это не просто взял и пошел там, начал играть. О том, как приходят в вашу команду пилоты, поговорим буквально через пару минут. Доброе утро. Сегодня говорим об успехах российского автоспорта. Российская гоночная команда G-Drive Racing выиграла в Америке золото пятого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость. У нас есть в активе, я имею в виду, конечно, команду в гонках «Люман» третье место, 24-часовая гонка. Роман Русинов – пилот команды. Александр Крылов – руководитель этого проекта. Сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Еще раз вас приветствую. Для тех, кто собирается с нами созвониться, милости просим. 65 10 99 и 6, код города 495. На связи у нас есть Кирилл. Доброе утро. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Вот у меня вопрос. Во-первых, хотел бы поздравить Романа и Александра с успехами на гоночных трассах. Очень приятно, что все-таки в Европе и вообще в мировом теперь масштабе Россия воспринимается как страна, которая может что-то и в автоспорте. Огромное спасибо вам. Но у меня вопрос с точки зрения подготовки пилотов. Тем более вы сейчас затронули программу GT Academy. Бывают случаи, когда происходит картинг и как-то по нарастающей с детства. Но бывают и случаи, когда, допустим, гонщик появляется уже более-менее во взрослом состоянии. Человек интересуется чем-то. Например, Карим Аджей, который с Романом, по-моему, вместе в Палмрауде выступал, если я не ошибаюсь, где-то в 2003 году. Он начал уже... Ему было за 30. Насколько важен вот этот вопрос возраста? Кирилл, а сколько лет вам? Вы про себя спрашиваете? Вы тоже молодой перспективный пилот? Да нет. Я занимался картингом когда-то давным-давно. Но ввиду того, что бюджет семейный был не резиновым, пришлось бросить поступать в институт. Я поняла. Хорошо. Спасибо, Александр. Если можете, расскажите. Вот продолжая мысль Романа, если мы говорим про Шуджитского, то это тот самый случай, когда человек жил на Дальнем Востоке, занимался там своими делами, неожиданно выиграл вот эту вот геймерскую игру, приехал в Москву, после этого буквально в течение нескольких недель мы оформили визу, он оказался в Сильверстоуне, это очень известный автотрек в Англии. Вот прошел курс обучения, выиграл вместе с Ниссаном и с нами в этом отборе GT Academy и уже на следующий год фактически поехал в боевые гонки. И не просто поехал, а выиграл одну из них и несколько раз был на подиуме. То есть доказал, что не обязательно с детства садиться за руль, а можно это начать делать уже в таком сформировавшемся возрасте. Ну для меня это удивительно, вот играя за компьютером или сидя за рулем симулятора, я слабо себе представляю, что настолько можно точно смоделировать ситуацию, которая может быть на обычной гоночной трассе. Мне кажется, что это что-то из области фантастики. Либо у человека есть изначально какой-то опыт, пусть самый минимальный, пусть есть там это, я не знаю, школа картинга год-два, но вот сесть и поехать даже после года обучения и на высоком уровне, как он ездит, Роман, это невозможно. Но на самом деле, если мы поговорим по симуляторам, да, у нас сейчас пилоты для самолетов также используют симуляторы для подготовки. И мы, часть нашей работы, это подготовка на симуляторы. И симуляторы, которые есть сейчас, они действительно позволяют вам подготовиться к реальности, да, к автомобилю, к трассе. Поэтому это очень важный момент подготовки на самом деле, потому что каждый раз, когда вы езжаете на гоночный трек, вам нужно снять в аренду гоночную трассу, взять автомобиль, меньше механиков, инженеров и так далее. Это очень большой кост, который измеряется десятками тысяч. А если вы изначально пройдете обучение или подготовку на симуляторе, соответственно, вам будет проще уже на гоночном треке. Вы будете понимать, в каком направлении нужно двигаться. Хорошо, Роман, вот вам вопрос. Прежде чем вы сели за симулятор, вы же наверняка имели, и не то что наверняка, а точно имели опыт непосредственных гоночных соревнований, гоночных тренировок. Тогда, когда я начал заниматься спортом автомобильным, симуляторов еще не было. Вот об этом и речь. Они перевелись буквально три года назад, ну, три, там, четыре. Сейчас они, я думаю, достигли уровня, когда они действительно стали полезными. Но когда я начинал, это был картинг. Потом я прошел отборы, наподобие того, что сейчас организуют GG Drive и GT Academy. И, соответственно, я получил возможность участвовать в чемпионате. Тогда это был чемпионат Франции Formula Campus, сейчас Formula 4. И благодаря этому я получил свою ступеньку в большой спорт. А дальше все зависело от меня, как я покажу себя. Из 22 пилотов сейчас по миру, вот именно в мой год, катаются только два. Я и Патрик Клон, который заводской пилот Porsche. Вот, в итоге, тут очень важно, что это вид спорта, который в первую очередь позволяет вам получить некие навыки на симуляторе сейчас. Дальше очень важна подготовка. Потому что самая большая проблема многих пилотов, они сразу идут в гонки, не имея хорошей подготовки. Но если мы возьмем таких пилотов, как Каримоджи, как раз его заметили. Он до того, как проехал свой первый этап в какой-либо гонке, он просто в течение нескольких лет, если не ошибаюсь, трех или четырех, проводил большое количество времени на гоночных тракхах. Просто для тренировок. Соответственно, в тот момент, когда он уже сел в автомобиль и проехал свою первую гонку, он был готов к этому. Поэтому самое важное — это подготовка. Теоретически, я думаю, с футболом и хоккеем приблизительно то же самое. Вы можете много готовиться играть с хорошими коллективами. И потом прийти и уже оказаться на хорошем уровне. И вот это самое важное. Я сильно сомневаюсь, что, проиграв в настольный хоккей или футбол, я вдруг попаду в московский «Спартак». Мы не говорим про реальные тренировки. То есть, если вы будете играть на том же месте, с теми же игроками, с кем вам придется, вам будет намного проще. Не будем спорить. Есть еще один телефонный звонок от Владимира. Доброе утро. Владимир, мы его слушаем. Доброе утро. Александр Роман, поздравляю вас с победой в Америке, с последней. И вопрос. Какие планы у команды G-Dress Racing в следующий год? Спасибо. А у нас есть еще в этом сезоне какие-то этапы? Или вы уже закончили? Да, у нас в этом году еще три гонки. Фудзи, да, по-моему, у вас ближайшая? Сейчас в Японии, да. Потом у нас Китай, Бахрейн и заключительная гонка. У нас есть все шансы выиграть чемпионат. Поэтому мы приложим все усилия. Пока вы о будущем не думаете, пока о нынешнем. Ну, мы о будущем думаем. У нас есть стратегия развития этого проекта. Он состоит из трех блоков. Это непосредственно автогоночный проект. Это участие в топовых чемпионатах, в том числе и в чемпионате на гонок на выносливость. У нас еще есть несколько гонов в классе GT. У нас есть шоу-проект, связанный тоже с брендированным топливом G-Drive. И у нас есть еще ряд проектов, связанных с распространением видеоматериалов, так называемый G-Drive TV. Сейчас он есть в интернете. Но мы надеемся, что рано или поздно мы сделаем какой-то проект и появимся на одном из центральных каналов на телевидении. Если говорить о самой ближайшей гонке, о Японии, вы тоже там будете, я так понимаю. Вы обязательно в обязательном порядке на все этапы отправляетесь. Нет, если вы мне задаете этот вопрос, к сожалению, еще раз говорю, я возглавляюсь бытовой блоком Газпромнефти. У меня очень много вопросов связанных с продажей нефтепродуктов в России. Хорошо, если говорить о шансах и перспективах, понятное дело, что по одному это видит Роман, может быть, по-другому несколько. Вы со стороны просто смотря, вы непосредственно не выходите на трассу. Что ждете от японского этапа? Во-первых, в прошлом году я был на этом этапе. Вообще, в Фудзи автодром очень красивый. Он находится рядом с одноименной горой, известной, да, очень культовой горой японцев. Это современный автодром, очень качественный с точки зрения геометрии. Там есть места для обгонов. Мы имеем сейчас, наверное, один из лучших болидов в своем классе с точки зрения скорости и с точки зрения динамики, прохождения поворотов. Поэтому у нас есть все шансы. Но, опять-таки, автоспорт это такая вещь непредсказуемая. Да, как мы уже говорили, это связь нескольких факторов. Поэтому будем всем и надеяться на то, что мы займем первое место. У нас есть все для этого компоненты. А вот этот компонент, как победы на предыдущем этапе, как третья позиция в Люмане 24, вот голову-то не вскружит пилотам? Как вы считаете? Или у вас с этим строго? Думаю, что нет. Вот я как раз был на последней гонке в Техасе. Все были сосредоточены, сконцентрированы от начала и до конца. Никто победу не праздновал заранее, хотя уже за час до окончания гонки было понятно, что нас никто уже не догонит. Я думаю, что мы такую динамику сохраним до конца сезона. И у вас, получается, после японского этапа останется еще два, и уже можно будет говорить о том, как чемпионат завершен, как сезон завершен, и какие-то там, может быть, призовые, например, или дополнительный отдых, отпуск ребятам. Так как это проект, у него есть свои цели, есть результат, мы подведем итоги, соберемся и, соответственно, по результату уже отпразднуем то, что заслужили. Довольный, Роман улыбается. Но я думаю, что вам еще, конечно, Ром, совершенно далеко об этом думать. Что ждете вы от Японии? И тот же самый вопрос, нет ли ощущения, что сейчас все хорошо складывается и в таком же счастливом русле все продолжится обманчиво? Ну, я бы сказал так, хорошо складывается это на картинке по телевизору, но если мы возьмем реальность, ну, хотя бы последний этап чемпионата мира, когда формально у нас были все, ну, все пункты для того, чтобы выиграть, но в начале гонки у нас была одна сложность, потом мы ехали немножко медленнее, потом смогли наверстать. У нас каждая гонка, на самом деле, это борьба, мы никогда не гарантируем, что даже взяв пол позишн, имея самую быструю машину на трассе, мы сможем выиграть. Поэтому каждый раз мы обращаем внимание на детали. Именно благодаря малейшим деталям мы можем сказать, что да, теоретически мы можем претендовать на победу, но сейчас сказать, что мы выиграем там еще одну гонку, я ни в коем случае не буду, потому что... Но вы можете сказать, что вы все для этого сделаете, что вы готовитесь, что вы тренируетесь. Мы каждый раз все для этого делаем, мы готовимся, тренируемся, команда работает, вот, но каждый новый этап чемпионата мира, это что-то новое, да, наши конкуренты тоже не спят, они постоянно прогрессируют и работают, и как раз вот в Америке в квалификации мы показали очень хорошее время, но в гонке нам было намного сложнее, и благодаря тому, что мы классно сработали на пидстопах, именно наши механики, да, мы смогли одержать победу. С хорошим преимуществом. Ну, для вас важен, я так понимаю, любой этап, но наверняка же есть вот просто личностные предпочтения. Вы там любите, например, трассу, про которую говорил Александр, что она там с геометрическими правильными построениями, с возможностью обгона. Для кого-то, может быть, это чуть более трасса сложная. Вот есть какие-то предпочтения? Конечно, Япония будет очень важной там для нас, потому что мы выступаем с двигателем Ниссана. Соответственно, все фанаты будут с флагами Ниссана и с флагами команды G-Drive Racing. Поэтому для нас это, скорее всего, ну, не домашний этап, но один из самых важных этапов. Ну, конечно же, Люман — это отдельная тема, но Япония, конечно, да. Япония — это то, что вы ждете. То, что мы ждем, то, что там бы хотелось победить. Победить. Конечно. Болельщиков будет много, вы, Коля, об этом заговорили. У вас есть прям своя такая фанатская группировка, которая за вами следует от этапа к этапу. Ну, они путешествуют. Дни в Америке было тяжелее, но все, что такие гонки, как Люман, да, у нас всегда где-нибудь на трибуне русский флаг, G-Drive. То есть, ну, болельщики за нами ездят. Да, это очень приятно. Я, правда, сильно сомневаюсь, что на такой скорости вы успеваете что-то услышать или увидеть, но, оказывается, видите. Он видит в гостинице, когда они устраивают там редуты. Вернемся к нашей беседе через пару минут. Возвращаемся к разговору. Сегодня у нас поводом для беседы стало достаточно успешное выступление в этом сезоне гоночной команды G-Drive Racing. Есть уже победы, как сказали нам руководители и пилоты. Есть шансы все и, в общем, достаточно успешно завершить весь этот чемпионат. Александр Крылов, руководитель проекта Роман Русинов, пилот гоночной команды. Ну, признаюсь честно, что за кадром мы, в общем, поговорили о том, как проходят вот эти гонки. Потому что, как правило, действительно за кадром очень многое остается. В частности, 24 часа Лимана. Как это происходит, Ром? Вот мне, правда, интересно. 24 часа находиться в напряжении, находиться в постоянном стрессе. Все время думать о победе, все время думать о соперниках, которые подгоняют, которые нагоняют. Вот с психологической или с физической точки зрения это сложнее для вас? Ну, на самом деле, здесь есть два мира. Мир, который мы видим по телевизору, и мир, который в реальности. Мир, который мы видим по телевизору, он такой красочный, красивый, болельщики, 300 тысяч зрителей. Как-то все такое вот хочется там быть. Мир реальный, он очень жесткий. Во-первых, трасса очень серьезная, очень сложная. Постоянно меняются погодные условия. Сама по себе трасса Лиман для Сарте – это 90% дороги общего пользования, которые перекрываются раз в году. Соответственно, с точки зрения безопасности, это очень опасный трек, особенно ночью и в дождь. Поэтому мы, как пилоты, постоянно должны выдаваться на 100% для того, чтобы попытаться одержать победу или хотя бы претендовать на нее. Сразу задам попутный вопрос. Помимо всех необходимых там остановок, наверное, которые возможны, вы можете просто остановиться, отдохнуть? Или только есть спидстопы, чтобы поменять резюму, катиться в погоду? Остановиться, отдохнуть? Нет. Вот что такое? Чемпионат называется Чемпионат мира по гонкам на выносливость. Но слово выносливость – это больше историческое название с 1923 года, когда был приведен первый Лиман-24. Сейчас у нас на самом деле 24-часовой спринт, то есть автомобили достигли пика, когда они могут ехать 24 часа в максимальном режиме. И мы, как пилоты, соответственно, должны выдаваться. То есть если в Формуле-1 у вас есть 2 часа гонки, у нас это 24 или 6, и мы в таком же бешеном ритме это делаем. Только плюс у нас еще есть 3 пилота, поэтому каждый должен сделать свою работу. И огромный коллектив механиков, который должен каждые 45 минут принимать машину на пидстопе, менять шины, делать дозаправку. И намного проще потерять время, именно потерять время на пидстопе, чем выиграть его на трассе. На трассе мы можем выиграть 1, 2, 3, 5 десятых секунды на круге, а потерять там 3-4 секунды на пидстопе – неправильно открутить колесо. Ну, там механик что-то неправильно сделал, и это очень просто. Поэтому на самом деле это очень большое давление на тебя, как на пилота, ментальное даже больше, не физическое. Физическое – это просто ты готовишься к нему, ты понимаешь, на что ты идешь. Соответственно, первые 6 месяцев до Люмана ты 100% готовишься к Люмане. Это диета, это упражнение, ну, как в любом спорте. Но ментально очень сложно пережить, потому что формально Люман начинает за неделю до старта гонки. И в старт гонки ты уже физически устал. Устал от большого количества людей, устал от постоянных пресс-конференций, устал от того напора, который на тебя оказывают. У тебя в пятницу парад пилотов, который длится 3 часа, да, это классно, 150 тысяч зрителей по городу. И ты идешь, раздаешь всем автографы, но физически ты устаешь. Выложился больше, чем Ленин на всей гонке, да? Потому что ты еще должен одновременно играть актер в этом всем, да, во всех этих процедур. Чтобы тебя хорошо засняли, чтобы это было красиво. Чтобы в следующий раз пришло не 300 тысяч зрителей, а 310. Ну, хотя бы, чтобы ты хорошо смотрелся на телевизор именно тебя. Потому что много пилотов, и ты должен выделиться. Ты должен быть именно тем, да, кто представляет свой бренд. Да, в данном случае представляю G-Drive. Поэтому я знаю, что я лицо, и я должен навсегда хорошо выглядеть, всегда улыбаться, всегда говорить умные, правильные вещи. А это не просто в течение одной недели, потому что все задают одни и те же вопросы, да. Представьте себе, там, 3000 журналистов, и каждый задает всегда приблизительно все то же самое. Ну, с небольшими отклонениями. Поэтому формально вот эта подготовка, это просто гонки. А потом уже начинается гонка. И гонка легче, чем сама подготовка. Я бы не сказал, что она легче. Просто тут ты, наконец-то, можешь на 100% сконцентрироваться на том деле, зачем ты все это делаешь. Потому что ты это любишь. Да, люди, которые садятся за руль автомобиля и превышают каждый раз 300 км в час, они идут на определенный риск. Но это осознанный риск. Мы знаем, что в городе ездить намного опаснее, превышая скоростные режимы, чем ездить быстро на гоночной трассе. Но все равно риска ноль не существует. И в этом году это, к сожалению, было очередной раз доказано и в Люмане, и на некоторую гонку был инпансерис. Поэтому эта сложная часть именно гонки состоит в том, что ты должен быть сконцентрированным, ты должен оставаться хладнокровным. И самое главное, ты должен контролировать себя и должен помогать себе, команде. Даже если не все хорошо иногда складывается, ты должен, наоборот, делать вид, что, окей, у нас все нормально, давайте соберемся и исправим, если была ошибка до этого. Александр, есть в команде психолог? Судя по тому, что рассказывает Роман, он там просто жизненно необходим. То есть человек, который бы позволял с таким стрессом справляться. Ну, это точно не я. Я могу быть мотиватором. Я от себя хочу сказать, что мне, например, точно нельзя быть болельщиком. Почему? В этом проекте, потому что мне нужно сохранять трезвую оценку того, что происходит. Потому что, ну, автоспорт, еще раз говорю, такая сложная комбинация различных факторов, в том числе и действий судей. Уже в этом году у нас было несколько моментов, когда нас незаслуженно как бы наказывали. Поэтому вот в таких моментах нужно сохранять хладнокровие, оценку правильной ситуации, чтобы правильно реагировать. А когда ты болельщик, естественно, эмоции у тебя полностью захлестывают, ты реагируешь неадекватно. Нет, а именно штатный психолог. Я для себя уже давно решил, что вот я на это смотрю. Нет, я езжу, но смотрю холодным взглядом на это. Мне кажется, это невозможно. Когда вы руководите этим проектом, когда ваши пилоты, с которыми вы проводите 300 дней в году на трассе, невозможно быть беспристрастным? Ну, первый год было сложно, сейчас уже полегче, поверьте мне, потому что, да, нервы такая вещь, они очень сложно восстанавливаются. Поэтому я стараюсь быть спокойным и реагировать вот именно после оценки ситуации, что произошло, почему произошло, что можно сделать для того, чтобы исправить это в будущем. Вы можете как-то во время гонки с ребятами переговариваться? Может быть, тренеры дают советы или о неавтономном режиме существует? Я всегда разговариваю с ребятами, обычно у трех пилотов совсем разная тактика. Кто-то начинает, кто-то, скорее всего, поддерживает тот результат, который уже создан первым. И третий заканчивает дело, он либо едет быстрее, чем должен ехать, либо, наоборот, сохраняет резину и не переходит на форсированные режимы двигателя. Поэтому мы с ними все это обсуждаем, мы пытаемся их как раз тоже немного успокоить перед стартом своего этапа внутри одной гонки. Поэтому мы, естественно, все общаемся и все каким-то образом друг друга поддерживаем. Кто определяет тренерский штаб, весь руководящий состав проекта, сами пилоты, кто едет первым, кто вторым, кто третьим? В команде есть тактик, это зависит... Это отдельный персонаж, что называется, да? Конечно, конечно. Ну, разные автодромы, во-первых, как Роман уже сказал, разные погодные условия, очень много факторов, которые влияют, собственно, на саму тактику гонки. Поэтому это большая подготовительная работа, после которой принимается генеральный план на гонку, и расставляются пилоты, ставятся им задачи, и они уже, соответственно, пытаются их выполнить. Сколько вообще человек объединяет ваш проект? Судя по тому, как вы рассказываете, у вас есть за каждый этап отвечающий, не этап я имею в виду гоночный, а каждый этап работы и подготовки отдельный человек. Вас сколько? У нас два автомобиля в команде, и каждым автомобилем непосредственно на гонке занимается 30 человек, и еще в команде у нас еще есть на каждую машину 20. Соответственно, это приблизительно коллектив из 50 человек на один автомобиль. Ничего себе! Вот, но на самом деле все, что делается на гонках, это лишь реализация того, что было сделано до этого. То есть подготовка, а дальше это уже непосредственно в деле мы показываем, на что мы способны. Но обычно, если мы возьмем обычную нашу стратегию, то есть в идеале, если мы стартуем первые, первый пилот должен сохранить лидерство. Вы первым едете, как я понимаю, нет? Я стараюсь ездить вторым. Мне больше нравится так. Первый старается сохранить лидерство, второй старается сделать отрыв, а третий уже просто проконтролировать до конца. Вот так у нас это работало на последних двух этапах, и на мой взгляд, получалось очень успешно. То есть мы стартовали первыми, лидировали, был маленький отрыв, потом увеличивали отрыв, а потом просто контролировали его до конца. И в принципе тактика работает, сейчас команда сплоченная, и если будем продолжать в таком же темпе, то я думаю, нас ждут хорошие результаты. Я искренне вам этого желаю. Я желаю вам, конечно, успехов и в Японии, и в двух остальных этапах. Мне очень хочется верить, что и по итогам вы получите тот результат, на который рассчитывали, который хотели. Я напоминаю, что в гостях у нас был Роман Русинова, Александр Крылов, это команда G-Drive Rising. Будем болеть. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.